Память 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 Ты должна На мгновенье Эти стрелки повернуть Я хочу не просто Вспомнить имена Я хочу своим друзьям В глаза взглянуть Память 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 Ты должна На мгновенье Эти стрелки повернуть Я хочу не просто Вспомнить имена Я хочу своим друзьям В глаза взглянуть Память 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 Продолжение следует... Память Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Память, память, за собой позови В те далекие промчавшиеся дни Ты друзей моих ушедших оживи А друзьям живущим молодость верни Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память Посмотреть в глаза и глаз не отвести Уставать, шагать и снова уставать Дай мне воли до конца тебя нести Дай мне силы ничего не забывать Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память, память даже можешь Ты должна на мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза Выступают три наших земляка Это учащиеся техниками Сергей Гордеев, Вячеслав Бодин и Алексей Кобрин Сейчас вы видите мастера спорта России Победитель первенства России этого года среди старших юношей Победитель первенства мира этого года среди младших юношей Победитель первенства Европы среди старших юношей Учащийся техникам Сергея Гордеева Он готовится к предстоящим схваткам Впереди у него трудные напряженные поединки Весит до 65 килограмм В честь сборной команды страны будет защищать Вячеслав Бодин Он мастер спорта России Победитель первенства России этого года Победитель первенства Европы этого года Он тоже готовится к поединкам Весит до 90 килограмм Среди молодежи титул чемпиона мира будет отстаивать Победитель первенства мира 92 года в Англии Мастер спорта международного класса Алексей Кобрин Это первенство мира обещает быть очень трудным и интересным Впервые собрался такой многочисленный состав самбистов Острейшую конкуренцию нашим российским самбистам Которые в свое время, когда была сборная команды СССР Обещают составить монгольские спортсмены Вот сейчас они готовятся к схваткам, проводят разминку Это очень техничные борцы Потому как их национальный вид борьбы Очень похож на самбо И они очень хорошо подготовились к этим соревнованиям И привезли многочисленную команду Сборная команда зашла в зал в своих национальных костюмах В очень оригинальных шляпках, конечно, не французского покроя И аляски, типа Монголия, такие халаты Может не... Сейчас мы находимся в зале Специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по самбо Города Кстово В этом зале будет проходить очередной чемпионат мира по борьбе самбо В котором примут участие спортсмены многих стран Вы видите, какой прекрасный зал Такие условия для спортсменов Есть не в каждом областном или республиканском городе Этот Кстово очень маленький город Примерно как наш Заречный И отношение к спорту и культуре здесь очень хорошее В наше трудное время находятся деньги На проведение такого крупного мероприятия Мы разговариваем с спортсменами из команды Монголии Представься, пожалуйста, как Вас зовут? Меня зовут Ватогреж Вас? Меня зовут Урцар Сколько Вам лет? Мне 28 лет Вам сколько лет? Мне 20 Сколько Вы лет занимаете самбо? 10, наверное 10 лет? Где-то там 7 лет 7 лет занимается самбо А вот мы знаем, что у Вас есть национальный вид борьбы Немного расскажите немножко нашим телезрителям Ну, это как У нас есть национальная борьба Это у нас Мы себе одежду Себе Ну, вместе одеждой мы приехали сюда Но когда это будет Как это? Есть Открытый будет, да? Тогда я Вы оденьте свою одежду национальную Мы Вас снимем и покажем нашим телезрителям А вот Вы боретесь по самбо А на своих праздниках Вы, наверное, тоже боретесь по своему виду борьбы И я знаю там из книг и из рассказов самбистов Что очень почетно выиграть Вот именно по Вашему виду спорта Да? Угу, конечно И что, как, допустим Как вот называется тот У нас такие звания есть Если у нас НАТОМ НАТОМ, так Национальный праздник, так называют И там борются где-то 1024 борцов И кто выиграет Получает звание Лев Кто выиграет тысячу человек Тот получает звание Лев И он считается как национальный герой Монголии Его все знают в Монголии Ну, почти так Но его знают все в Монголии И он носит звание Лев А если он на следующий год проиграет? Ну, ничего Он остается Львом Он так остается навсегда Лев А Львом становится еще другой Если тот прогресс Кто выиграет А, ясно Очень интересно Пять круг выиграет там Получает звание Сокол И семь кругов там Слон Такие там И девять или десять кругов Побеждает это Лев Такие звания Вот у вас Мы видели Что многочисленные делегации Немножко вчера Вы разминались И мы снимали вас В каждой весовой категории У вас будут спортсмены? Их В каждом весе У вас будут спортсмены? Ну Среди взрослых Полные составы А среди молодежи Там где-то восемь спортсменов Среди юниоров Семь спортсменов И девушки И девушки у вас будут бороться? Завтра будет Они еще Перейдят И ребята Остальные ребята Ну А много Самбистов тренируется в Монголии? Много ли людей занимает самбо? Ну Много Много, да? Ну что Как вы Так Хочется нам спросить Как вы подготовились Хорошо к этим соревнованиям? Ну Хорошо Хорошо подготовили И желаете победить, да? Ну мы вам Желаем удачи На этих соревнованиях Соревнования, конечно Подготовлены хорошо И мы желаем вам Хорошо побороться Хорошо выступить То есть Достичь того Чего вы сами Себе желаете Спасибо вам Это интервью Спасибо 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 Спасибо